Вы думаете, повышение зарплаты или обеспечение садиков, или ремонт школ, или помощь самым нуждающимся, или спрошение системы получения септидии? Нет, сегодня самый главный вопрос в этой сессии, что будет наступать в Север-Кольковске. Ничего не изменилось. Продежа нашего имущества продолжается ускоренными техниками. Есть бандитской власти! 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 В СССР самый крупный лесопарк в городах Советского Союза. Его площадь обозначается в справочниках как 2385 гектаров. Если мы возьмем справочники периода независимости Украины, площадь уже обозначается как 2035 гектаров. Уже меньше. Но если мы посмотрим на выделение земли, у нас осталось всего-навсего 600 гектаров лесопарка, меньше трети. Ребята, дальше так продолжаться не может. Мы должны сохранить Харьковский лесопарк. Это чудо Харькова! Это визитная карточка нашего города! Это то, чем мы должны, как харьковчане, гордиться. Больше того, в Харьковском лесопарке растет уникальное растение, занесенное в Красную книгу. Это тюльпан Дубравный. Если он не будет уничтожен лесопарк, этого растения, может, уже не останется. Так этого нельзя допустить. К сожалению, не только харьковская власть допускает такие ошибки, но и власть украинская. Сейчас придет совершенно безумный, абсолютно неправильный закон. Законах надо строить, регулировать местопудивной идеальности. Допустить действие этого закона просто нельзя. Он уничтожает городское пространство. Он нарушает права граждан на обсуждение проекта. Давайте все, скажем, решительные нет этому закону. Пусть президент второй раз наложит вето. Он уже один раз наложил. Видимо, у него советники понимают, что такой закон нельзя просто принимать. Харьковчане, Зеленый фронт проводит акции протеста против раздаривания, растаскивания и разворовывания харьковской городской земли и в первую очередь лесопарка. Эта власть действует бандитскими методами, которые мы наблюдали в прошлом году в парке Горького. Нет бандитской власти! 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 Они забирают последних, что у нас есть, на самом деле не позволят. Они забирают веномые легкие Харькова, уникальные летопарки. Здесь жили наши деды, наши отцы. Наши родители жили, и теперь нас отвалят это все. В ходе Харькова, в летопарках, площадь которого в советских этаповедиях оценилась как 2,385 гектаров, осталось 600 доступных для Харьковчан, все остальное уже за заборами. Сколько можно это терпеть? Ведь это же все незаконно, совершенно противоречит существующей норме выделения земли, существующей норме выделения регуляционных. Руки прочь от лесопарка! Руки прочь от лесопарка! Руки по лесопаркам Харьковского городского совета. Неприем. Колько лет тому, демцев решили подаровать Харьковскому зоопарку слония. Но вы не сможете сделать такой подарок, но следует его будущего называть. В этом направлении нестинных экспертиз ясовалось, что такие виновы не только не подаруют, но и они продают свои деньги. Не за того, что вода у Харьков не придавлена для защитных стандартных и для купления сладок. Депутаты Харьковского городского совета, Харьковская областная общественная организация «Зеленый фронт» обращается к вам как представителям интересов городской громады Харькова. Заврежденным Харьковским городским советом в бюджете Харькова за 2011 год содержится в статье расходов на строительство в Харькове некого парка развлечений. На месте любимого места Виттого Харьковского историка фронтарного памятника и партия государственного парка учительства на центральном парке Харьковского. На этом «Зеленый фронт» планировали расходовать что в текущем году выше 31 миллиона гривен из городского бюджета. А общая заявленная сумма строительства создает подозрительно круглую сумму 100 миллионов гривен. Бесплатно, абсолютно бесплатно своим друзьям и знакомым городская власть настаёт эти земли десятками гектаров. На сегодняшний день фактически осталась половина лесопарка, вся остальная часть заполнена заборами, за которыми идёт вырубка леса, строительство дворцов и коттеджей. И всё это делается фактически без согласия городской общины. Земля просто разворовывается. Перед тем, как её собирается продавать наша власть центральная, так вот эти господа самостоятельно сами хапают её сегодня бесплатно, воруя пол города. Поэтому мы и сегодня протестуем. Лучшие друзья Кернеса, Богословская, Бараник, получили там Чечетово, да, Чечетово там тоже есть. Ближайшие друзья Топкина получают десятками гектаров портушный чуб и ещё ряд других господ на сегодняшний день это люди, которые становятся могучими латифундистами, захватывая огромные территории на территории нашего города. Рекреационная зона города уменьштожается. Все равнее, но я здесь всё равнее. Да. Эти люди занимаются не только грабежом и воровством всего до чего-то тянутся, они занимаются ещё и отманов. И мы вышли протестовать ещё и против отмана. Вот мы не кричим сейчас как соседи наши типа Хара Кришна, да? Мы занимаемся борьбой за реальные интересы, за реальные ложки. Мы говорим о простых вещах. Мы говорим о зелёном парке. Мы говорим о воде, которой нельзя пить, которая нас оставляет пить всех. Мы позволяем за неё платить просто питьевую. Мы говорим о том, что составляет основу нашей жизни здесь. Мы говорим о нашем городе. Мы вышли защищать Харьков. Мы вышли защищать наше будущее. И я думаю, что на самом деле нас гораздо больше. Люди работают. Вот тут уже есть успевно завалять от нового рода и так далее. Мы говорим о том, что будущее Харькова, если оно вообще у нас есть, может быть только зелёным. Зелёным не в плане какой-то конкретной партии, а зелёным в плане нормального, окружающего, здоровой среды, здорового дофильня, как народного, так и социального. Мы за чистый Харьков. И мы за чистую власть. Уважаемые граждане, сегодня день защитника Отечества. А с детства нас учили защищать природу, значит защищать Родину. Потому что нынешняя власть ведёт себя во Харькове, как в оккупированном городе, щедро растаривая земли, принадлежащие Харьковской территориальной громады, отставая её своим сатрапам и навестникам. Эта оккупационная власть рано или поздно будет сброшена, поклепая бандитская власть. Мы это видим на примере событий, которые происходят в мире. Уважаемые харьковчане, мы защитим нашу Родину, наш Харьков, нашу природу. А для Гепы чемодан, лесопарк для харьковчан, а для Гепы чемодан. Когда ж вы, сволочи, нажмётесь? Когда ж вы, сволочи, нажмётесь? Тогда они считают себя уже феодалами. Вся власть, она решила, что им принадлежит всё, а нам ничего. Когда мы станем рабами, тогда они нажрутся. Но когда мы станем рабами, мы возьмёмся за оружие. Так что это ещё не призыв, но надо уже об этом додумываться. Потому что ничего им не стоит нас выкинуть из окна. Если кто-то чего-то недоволен, то кто-то хочет знать. Действительно, нигде не горчать. И самое главное, история уже как историю показывает, что даже большие деньги часто не способствуют долголетию. Так что мы не боимся, ребята. Мы солидарны с арабскими братьями. У нас тоже такой же зелёный цвет. Сейчас нет никакой разницы между голубыми. Немного. Немного неподальше за народ, коммунистами, другие. В ручке с вами. Уважаемые улицы, граждане. Зелёный фронт проводит акцию протестов против растаткивания, разборки и уничтожения Харковских земель Польковского лесопарка. Мы пришли сюда, чтобы уничтожить внимание против того, что нынешний и прошлый состав горсовета, возглавляемых горсовыми воинсками, продолжает расстаскивать наши делки. Мы сейчас там будем строить. Карту Харькова, нашего города, который мы все любим. На данный момент эта карта будет зацементирована раствором, который состоит из коррупции, жадности и глухоты наших чиновников. Я попрошу приступить к процессу. Этот закон неоднократно обсуждался по всей Украине. Такие акции сейчас проходят по всей Украине. Мы надеемся, что президент и чиновники местных уровней прислушаются к словам граждан и наконец-то примут закон, который действительно будет регулировать подобные вещи. а не уничтожать, безумно уничтожать города. Общественности Украины были заготовлены обращения к президенту, которые мы сейчас после акции просим всех желающих подписать. Возможно, именно это изменит в будущем отношения как к общественности, так и к нашему законодательству. Андрюха, руку уберем. Мы призываем не только чиновников, не только верховную раду, но и также чиновников местных уровней. Этот закон лишает вас полномочий о выделении земли. Он лишает вас полномочий принимать то, что будет в вашем городе. А поскольку вас выбирали именно мы, он лишает этих прав и нас, граждан Украины. Присоединяйтесь. Примерно так будет выглядеть город. Благо и нелепо.